Шалом Алейхен, Малахей Ашарет, Малахей Эль-Ио. 27 января, день, как ни странно, выделенный Организацией Объединенных Наций, чтобы почтить память жертвы Холокоста. Почему, как ни странно, потому что мы знаем, что ООН, особенно ее Генеральная Ассамблея, последние десятилетия неоднократно выступала противником Израиля, принимая разнообразные анти-израильские и даже анти-еврейские постановления. Слава Богу за то, что в этом восторжествовала хотя бы относительно справедливость. День выбран не случайно, потому что в этот день советская армия освободила территорию Аушвиц-Беркинау, самого большого и, возможно, самого страшного концлагеря Освенцима. Освенцима и освободила оставшихся в живых умирающих узников. Почему именно этот день? Потому что именно через Освенцим была опробована и успешно применялась программа окончательного решения еврейского вопроса, которая известна как Холокост. Холокост, это греческое слово, обозначает жертву всесожжения. На самом деле есть основания считать, что Гитлер на самом деле не просто преследовал евреев, одержимый сатанинскими идеями истребления их, как своих самых заклятых врагов. Но есть основания считать, что Гитлер и нацисты приносили жертву своему хозяину, приносили жертву духом тьмы, убивая евреев. Даже есть сведения о том, что Гитлер хотел довести количество убиваемых евреев до 6 миллионов 660 тысяч. Но, независимо от того, насколько верны эти сведения, мы должны понимать, что дикая, невероятная, нелогичная ненависть нацистов к еврейскому народу просто выражала отношение к этому народу их господина, сатаны. Как говорил один служитель Божий, который до этого был атеистом и преподавал философию в американском колледже, Когда я был неверующим, я ненавидел евреев. Ни один еврей не сделал мне ничего плохого, наоборот, некоторые много мне помогали. Из-за этого я считал, что моя ненависть объективна, поскольку она не связана с личными обстоятельствами. И я думал, что еврейский народ заслуживает такого отношения. Но когда я пришел к Богу, когда природа Божья вошла в меня, Дух Святой освободил меня от этой злобы и ненависти к евреям, и более того, в моем сердце родилась к ним любовь. После этого я понял, кто ненавидит евреев. Тот, кто властвует над людьми, не знающими Господа. Он главный ненавистник и главный убийца. И Господь это тот, кто всегда любил и любит свой народ, даже находящийся в отступлении от него. Каждый верующий должен понять это. И каждый верующий должен понять, что избрание евреев не отменено. Бог бодрствует над своим народом. Каждый еврей, который обращается к нему, становится центром благословения, особенно если он хочет служить Господу по-настоящему. И в то же время все проклятия, павшие на еврейский народ последние почти две тысячи лет, связаны именно с тем, что они оставались избранным Божьим народом. И как избранникам Божьим им пришлось нести особую ответственность за свои грехи и свое отступление. Понимая это, верующие из всех народов могут здраво оценить ситуацию, которая сложилась вокруг евреев в 20 веке и то, что происходит сейчас. Если мы хотим быть на стороне Бога, нам нужно открыть свое сердце Его любви и состраданию к евреям, как открывал апостол Шауль Павел, как открывали другие апостолы, как открывали все Божьи дети первых поколений христианства. Нам очень важно доверять Богу в Его неисповедимых путях и стремиться сделать все для спасения еврейского, Божьего, раз и навсегда избранного народа. Через это благословение Божье достигнут всю Церковь и все народы, повернувшиеся лицом к Богу Израиля и к народу Израиля. Субтитры создавал DimaTorzok